Меняться будет все. Во-первых, конечно, совершенно по-другому будем относиться к интернационализации. Если раньше мы рассматривали в качестве основного своего рынка, я буду применять такие экономические термины, я имею в виду рынок абитуриентов, есть такое понятие, скажем так, в высшем образовании. Мы рассматривали только регион, теперь мы себе ставим задачу выйти за пределы региона далеко и работать в других регионах, привлекать лучших, талант. И, кстати, эту задачу, почему мы показывали регион и, я имею в виду, Тюменская область, Тюменский госуниверситет, что задачи во многом совпадают. Чем больше талантливых абитуриентов приедут сюда, получат образование, они, конечно, не все останутся здесь работать, но есть шансы, что многие из них приложат свои силы, и Тюменская земля гораздо больше получит от того, что лучшие, самые способные, подготовленные поступят к нам, получат образование. Это первое. Второе. Университет, конечно, совершенно по-другому должен выстроить партнерство с иностранными вузами. Понимаете, логика, мышление. Больше должно быть программ, и их будет по определению больше, с ведущими зарубежными университетами. Совершенно по-другому должны привлекать иностранных студентов. Для нас это должно быть не чем-то необычным, а это должно стать нормой. И предпосылки для этого есть. Мы сегодня неплохо представлены, скажем так, в странах, в ближайших соседях России, прежде всего в странах СНГ. Есть у нас студенты из дальнего зарубежья, но есть возможности. И я думаю, что мы в ближайшие годы нарастим, количество таких студентов будет гораздо больше. А это значит, что изменится и городская среда в том числе. Потому что это совершенно другое культурное пространство. Мне кажется, в последний раз в 2002 году где-то появлялся новый корпус ТГУ. Наверняка материально-техническую базу. Это все тоже придется поменять? Да, безусловно. Мы большие себе цели ставим в этой части, как раз при поддержке регионального правительства. Но надо сказать, что уже сегодня мы запустили процесс капитального ремонта одного из общежитий. При поддержке губернатора Тюменской области. Там сейчас формальные моменты. Согласование проекта заканчивается. И до 1 сентября мы себе поставили задачу сделать общежитие на Красино. А в перспективах, конечно, понимаете, в это сложное или непростое, скажем так, время, я бы не хотел говорить, что через 2 года появится город-сад. Но, поверьте, работа по многим направлениям, скажем так, обновление материально-технической базы будет опережающими темпами или планируется опережающими темпами. Нет, вы просто в своей речи во Владивостоке говорили, что это не просто плиточку переложить, что намного все серьезнее будет. И все серьезнее ожидает изменения Тюменский госуниверситет. Ну, конечно, общежитие надо делать по стандартам 20-го года. А это что значит? Это не значит, что вот просто мы возьмем там дизайн плитки 20-го года. Изменилась наша жизнь очень серьезно. Университеты сегодня на такой переломный момент в высшем образовании. Меняются кардинально методы преподавания. По-другому надо проектировать образовательное пространство. Само понятие классноурочная система, когда учитель был единственным носителем истины, он заходил в класс, и все ученики сидели рядами. Сегодня уходит сама концепция образования такого. Сегодня больше проектные методы, командная работа, удаленная коммуникация, то, что ценится. Сегодня все больше уже экспертов говорят, да и мы в университете понимаем, что надо выносить за пределы университета образование высшее. Потому что так устроен сегодня этот мир, что где комфортнее и удобнее студенту, там и должен быть университет. Как это ни странно, но городское пространство, кафе, театры, библиотеки должны сейчас стать частью университета. Не в физическом смысле, что должна висеть вывеска. И не в праве того, что вот мы владения будем, да, а в несколько ином смысле. Университет должен совершенно по-другому интегрироваться с городской средой. Может быть, уже таких четких различий уже и не будет. Собственно, что и наблюдается в передовых ведущих университетах в мире. Вообще, в Владивостоке вы говорили, что изменения ждет и преподавательский состав, но это не значит, что поменяются те люди, которые сейчас преподают. Какая-то система, с ними кто-то будет работать, расширение куда-то? Ну, вот в вашем вопросе я хотел бы немного покритиковать вас и, наверное, всех нас. У нас такой патернализм сидит, что с нами кто-то всегда будет работать. Сами, ну, сами с собой почему-то. Давайте начнем с того, что надо день за днем работать над собой. Все взрослые люди. Это первое. Второе. Тоже такая посылка и тезис. Преподавательский состав у нас хороший. Если бы был иной преподавательский состав, незачем было бы ехать в Владивосток и защищать. Но, конечно, есть вопросы. И мы эти проблемы и вопросы обсуждали, обозначили. Один из вопросов, который нам задал декан аэрокосмического факультета Массачусетского технологического института. А как вы будете привлекать иностранных профессоров? На что мы, собственно, ответили? Ну, во-первых, у нас хорошая культурная среда. Во-вторых, мы будем предлагать конкурентоспособную заработную плату. В-третьих, мы живем в очень интересном городе. У нас хорошая социальная инфраструктура. И в этом смысле приехать к нам, получить опыт, имея определенное вознаграждение, сопоставимое с тем, что получают, скажем, в Европе и в других странах, почему бы и не попреподавать? Вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос. Что касается преподавателей и преподавательского состава, вообще университет многолик, чтобы понимать, есть преподаватели, есть администраторы, есть вспомогательный персонал, то мы уже сегодня, и мы это показали во Владивостоке, в 68 раз, я обращаю ваше внимание, за последние три года, в 68 раз увеличили вложение в человеческий капитал. То есть не в процентов, а в 68 раз. И чтобы это было понятно, сегодня это измеряется несколькими миллионами рублей, наши вложения в человеческий капитал. Что такое вложение в человеческий капитал? Речь не идет о зарплате, это тоже часть, конечно, вложения. Речь идет о профессиональной программе развития компетенции сотрудников. Причем это программы не на коленке написанные, а какой-то фирмой непонятной, а лучших университетов и бизнес-школ в России. Обучение в лучших зарубежных вузах нашей молодежи. У нас вот не так давно студент, единственный пока в Тюменской области, и их не так много, 40 человек всего в России, по программе глобальное образование, это программа, поддержанная президентом России, инициирована агентством стратегических инициатив, поступил в университет Южного Уэльса на нефтегазовое дело. Выпускник нашей программы, нашего университета. И теперь ему государство полностью будет компенсировать обучение в магистратуре в университете Южного Уэльса. Этот университет входит в 50 лучших университетов мира. Кстати, мы его для себя избрали референтом в качестве референтного. Продолжение следует...